В криминальных кругах бытует мнение, что трудоустраиваясь на работу в интернет-магазин по продаже наркотиков и реализуя запрещенные вещества через анонимные платформы и мессенджеры, можно долгое время оставаться вне поля зрения правоохранителей, при этом зарабатывать обещанные нанимателям легкие и баснословные деньги. Действительно, оптовые продавцы наркотических средств, как правило, предпочитают находить распространителей среди приезжих из регионов. Они рекомендуют им снимать квартиры, соблюдать конспирацию и вести анонимное общение с клиентами. По мнению организаторов, такие меры позволяют обезопасить себя и избежать ответственности за свою преступную деятельность. Вместе с тем, мало кто из распространителей наркотиков осознает, что любая заложенная им закладка может привести к трагедии, передозировке и смерти наркозависимого потребителя. Только в прошлом году от передозировок наркотическими средствами и психотропными веществами скончалось 89 лиц. Это почти в два раза больше, чем в 2019 году. 70% причины смертельных случаев от передозировки были связаны с потреблением метадона. В большинстве фатальных отравлений наркотик приобретался бесконтактным способом через интернет-магазины. Хочу отметить, выйти на след таких наркоторговцев – это вопрос времени. Практика показывает, для того, чтобы идентифицировать и задержать наркозбытчика, нам достаточно от нескольких месяцев до года. При этом наказание, предусмотренное за совершение таких преступлений, достаточно серьезное. Так, на днях сотрудниками наркоконтроля УВД Минского облсполкома на улице Пономаренко в городе Минске задержан 35-летний минчанин, у которого при себе и в тайниках обнаружено более 100 грамм наркотических средств. Мужчина занимался раскладкой наркотиков, забирал оптовые партии и развозил разовые дозы на своей автомашине. В ней же закладчик и фасовал наркотик, держал необходимое для этих целей приспособление. Закладки делал в лесопарковых зонах столицы и окрестностях. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. За незаконный оборот наркотических веществ ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Всего в прошлом году органами внутренних дел выявлено более 3,5 тысяч наркопреступлений. Из них более 3 тысяч непосредственно связаны с незаконным оборотом наркотиков. Возбуждено 805 уголовных дел в отношении 56 лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков с использованием различных веб-ресурсов. Пресечена деятельность 12 интернет-магазинов. Из незаконного оборота изъято более 135 килограмм наркотических средств и почти 47 психотропных веществ. Зарегистрировано почти 1800 преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Выявлено и пресечено 26 каналов поставок наркотиков на внутренний рынок и заграницы. Пресечена деятельность трех лабораторий по изготовлению наркотиков. Работа подразделений по наркоконтролю по-прежнему будет направлена на выявление каналов поставок наркотиков в нашу страну, пресечение деятельности интернет-магазинов по продаже наркотиков, а также на обнаружение и ликвидацию подпольных нарколабораторий.